Повесть временных лет Правление Ольги Много древних сказаний об истории Руси были собраны в «Повести временных лет» преподобным Нестором Летописцем. После смерти князя Игоря за малолетством его сына Святослава Русью стала править жена Игоря Ольга. Древляне после убийства Игоря прислали к Ольге сватов. Звать ее замуж за своего князя мало. Княгиня Ольга славилась своей мудростью и решительностью, и она не собиралась прощать древлянам смерть своего мужа. И поведали Ольге, что пришли древляне, и призвала их Ольга и сказала им, «Так говорите же, зачем пришли сюда?» Ответили древляне, «Мужа твоего мы убили, так как муж твой, как волк, расхищал и грабил, а наши князья хорошие, потому что берегут деревскую землю. Пойди замуж за князя нашего, за мало!» Сказала же им Ольга, «Хочу воздать вам завтра честь перед людьми своими. Ныне же идите к своей ладье, а утром я пошлю за вами. А вы говорите, не едем на конях, ни пеши не пойдем, но понесите нас в ладье». Ольга же приказала выкопать яму глубокую на теремном дворе. На следующее утро послала Ольга за гостями и пришли к ним и сказали, «Зовет вас Ольга для чести великой!» Они же ответили, «Не едем ни на конях, ни на вазах, и пеши не идем, но понесите нас в ладье». И понесли их в ладье. И принесли их на двор к Ольге, и сбросили их вместе с ладьей в яму. И спросила их Ольга, «Хороша ли вам честь?» Они же ответили, «Горше нам Игоревой смерти». Княгиня сурово расправилась с послами, а затем подошла с войском к столице Древлян, к городу Искоростень. Начало княжения Святослава, сына Игорева, в год 946. Ольга с сыном своим Святославом собрала много храбрых воинов и пошла на деревскую землю. И вышли древляне против нее. И когда сошлись оба войска, Святослав бросил копьем в Древлян, и копье пролетело между ушей коня, ибо был Святослав еще ребенок. И сказали, «Князь уже начал, последуем дружина за князем». И победили древляна. Древляне же побежали и затворились в своих городах. Ольга же устремилась с сыном к городу Искоростень, так как те убили ее мужа. И стало около города. А древляне затворились в городе и стойко оборонялись, ибо знали, что убив князя, не на что им надеяться. И стояла Ольга все лето, и не могла взять города, и замыслила так. Послала она к городу со словами, «До чего хотите досидеться? Ведь все ваши города уже сдались мне и согласились на дань, и уже возделывают свои нивы и земли, а вы, отказываясь платить дань, собираетесь умереть с голода». Древляне же ответили, «Мы бы рады платить дань, но ведь ты хочешь мстить за мужа своего». Княгиня Ольга усмирила древлян и отомстила за смерть мужа. Древляне же спросили, «Что хочешь от нас? Мы рады дать тебе мед и меха». Она же сказала, «Нет у вас теперь ни меду, ни мехов, поэтому прошу у вас немного. Дайте мне от каждого двора по три голубя, да по три воробья». Вы же изнемогли в осаде оттого и прошу у вас этой малости. Древляне же, обрадовавшись, собрали от двора по три голубя и по три воробья и послали к Ольге с поклоном. Ольга же сказала им, «Вот вы и покорились уже мне и моему детяти. Идите в город, а я завтра отступлю от него и пойду в свой город». Ольга же, раздав воинам, кому по голубю, кому по воробью, приказала привязывать каждому голубю и воробью труд. И когда стало смеркаться, приказала Ольга пустить голубей и воробьев. Голуби же и воробьи полетели в свои гнезда. Голуби в голубятни, а воробьи под стрехи. И так загорелись, где голубятни, где клети, где сараи и сеновалы, и не было двора, где бы ни горело, и нельзя было гасить, так как сразу загорелись все дворы. А как взяла город и сожгла его, городских же старейшин забрала в плен, а остальных оставила платить дань. После покорения древлян княгиня Ольга назначила для всех племен точные размеры дани и определила места, куда должны были свозить дань – погосты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok